Улан-Удэ празднует свой день рождения. Народные гуляния, культмассовые программы, звезды эстрады и щедрый салют, что разольется над главной площадью бурятской столицы, когда в городе будут царить вечерние сумерки. Музей истории города тоже приготовил несколько сюрпризов для своих посетителей. Один из них – выставка раритетных отечественных авто. В основном собраны линейки из тех автомобилей, которые уже сейчас редко можно увидеть на дорогах. Это линейка «Запорожец», «Луаз». Это малолетражные автомобили, которые выпускались на Украине. Затем линейка «Москвичей», которые выпускались с 1950 года. Даже 401-й «Москвич» порой напоминает те автомобили, которые мы смотрим по военной тематике. Одним из самых интересных экспонатов на этой автовыставке является автомобиль СМЗ. Именно этот старый добрый железный конь ни разу не подвел известную троицу из комедии Леонида Гайдая про приключения Шурика. Автомобили не единственное, что смогут увидеть гости музея. Хранители истории Улан-Удэ сдули пыль с машинок для выжигания по дереву и нарисовали на ватманах трафареты. Также они смогут выжить на деревянных заготовках, а вспомнить детство. Также различные рисунки и по своей фантазии. 5 сентября у нас еще откроется в Музее истории города выставка наличников Ивана Хафизова и Елены Шумилкиной. Там будут представлены различные фотографии наличников. Поэтому мы решили связать эту тему и нарисовали такие импровизированные окна, чтобы дети, взрослые и любые гости праздника и вообще музея, они могли проявить фантазию, как Долгород сказала, и разрисовать в своем стиле каждый наличник. Здесь представлены сотни работ, на которых изображены окна старинных домов из 116 городов страны. Здесь можно увидеть, как раньше украшали ставни и наличники. У каждого города свои фишечки и свои особенные узоры. И можно сравнить, понять, насколько ценно именно деревянное зодчество Бурятии и чем оно отличается. Потому что очень часто приходится сталкиваться с тем, что люди говорят, вот у нас, конечно, так себе, вот выезжать куда-нибудь в соседний город, там будет интереснее. А на самом деле, конечно, интереснее именно здесь. Интересна именно самобытность, какая-то особенность традиции. Потому что бурятские, ну, они абсолютно отличаются от иркутских, совершенно не такие, как в Чите. Хотя, ну, конечно, есть некие пересечения. Ну что ж, Музей истории города – замечательное место для того, чтобы начать с него празднование дня рождения Улан-Удэ. Байер-Цеды по Фячеслав Батоев, первая альтернативная.